МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы обратили внимание в таком прекрасном месте. Сегодня мы проведем наш вечер. Обратили меня? Да, вот. Я тоже слышу это слово, да? Сейчас наши гости еще проходят. Пожалуйста, поднимайтесь, поднимайте места. Если нужно, ручки, рисочки, ручки и тетрадки, видите, сразу же здесь. Я с ним. Я зовут Владислав. Фоминил Вайатрулин. Я участник нашей встречи. И мне выпала, я считаю, большая часть, представить роман. Но это, на другой стороне, очень трудная задача. Во-первых, после этой замечательной презентации. А во-вторых, потому что я, наверное, пристрастен. Потому что роман, кроме того, что мы знакомы с ним очень давно, в работе, в работе, но еще очень давно дружно. Мы всегда с вами спричали для того, чтобы решить какую-то свою задачу. И я буду сказать, есть представление романа от задачи. Наверное, каждый пришел, как задача у нас общая, это посетить секрету эффективного резюме, тем не менее у каждого своя задача. И у романа среди непростая задача, как решить задачу каждого. И я уверен, что как раз роман относится этим людям, которым он дался эту задачу решить, а кому посчастливается решить в квадрате эту задачу. Почему? У вас, скажите, вот вы это говорите. Потому что, а, роман один из тех людей, который был в бизнесе, потом ему удалось окунуться в рычаг, а потом опять оказаться в топовой позиции в бизнесе. Это не каждому удается. И не просто удается, а эффективно удается. То есть единый и там, и там, и в последний. И самое главное, ему удалось еще постичь другую стезю. После бизнеса заняться тем делом, которое приносит ему удовольствие, и при этом еще оказаться полезным для других. Это первое. Второе, он имеет моральное право находиться здесь. Я с большой ответственностью об этом говорю, потому что, во-первых, он человек образованный, во-вторых, он способен свое образование применить на практике. И быть полезным. Мы об этом будем говорить в разделе резюме. Напомните мне, пожалуйста, что я сказал об образовании хороша. И третье, третье, что, на мой взгляд, очень важно. То есть все, что я говорил, может быть, не очень важно. А самое главное то, что роман – человек эндорджайзер, человек – аккумулятор. Мало того, что он аккумулирует идеи, он еще делится своей энергией с каждым, кто находится рядом. Но понять это непросто, потому что иногда большая пропасть между прагматизмом и эмоциональностью. Вот наша задача сейчас – быть, оказаться в этой группе чуть-чуть парагматичным и чуть-чуть менее эмоциональным. И по-доброму обсудить наши задачи в роботе «Жить». Я уверен, просто, что мы… К концу ничего, каждый из нас делает вывод, что роман – с этой задачей справился. Роман. Добрый вечер, друзья. Девочки, мне радует, что у вас ежемесячное такое открытое мероприятие. Каждый месяц я продолжу здесь мастер-класса. Это прекрасные люди, которые обратили внимание. Мне очень приятно, что каждый вечер здесь столько много интересных и прекрасных людей. Я радуюсь знакомым, Эльцандрей, вот еще там девушки, которые были на прошлых мастер-классах. Спасибо, Владислав, за приветствие. И, конечно же, силы нас здесь для того, чтобы каким-то образом погрузиться в свою тему, ту тему или ту задачу, которую волнует, прежде всего, каждого из вас. Чем я могу быть вам полезным? Я постараюсь передать свой опыт и знание в области управления людьми, управления самим собой и управления своей карьерой. Вот, собственно говоря, три самых главных момента, которые я считаю себя профессиональным и в которых я буду делиться с вами. Как у нас сегодня вдруг построена работа? Сейчас 19-10. Мы постараемся закончить в 21. Если вдруг мы вдруг чуть-чуть идем вдаль, или вдруг у нас появится такое желание побольше общаться, или побольше пойдет каких-то практических упражнений, никаких проблем, мы можем задержаться. Если кому-то будет нужно, пусть спокойно встает в ходе. Также у нас не будет перерывов сегодня, поэтому, так как всего, в принципе, мастер-класс 2 часа, и если кому-то нужно, там, все технические комнаты, женские и мужские нагрузины, вы потихонечку можете вставать, длины здесь не стоять. Собственно говоря, вот технические вопросы все. Если вам нужно задать вопрос, то есть, в принципе, по большому счету, моя задача здесь сегодня не столько транслировать вам свою точку зрения, сколько вызвать у вас обсуждений для того, чтобы вы, возможно, даже не согласились с моим мнением и высказывали свое мнение для того, чтобы вы в дискуссии попытались определиться с точки зрения конкретно вас, что же сейчас наиболее важное. Собственно говоря, вот с этого мы и предлагаем начать. Согласны? Да. Отлично. Каждый в этот класс приходит очень много людей. Вот сегодня у нас здесь примерно, там, больше 20 человек. Каждый месяц мы делаем один или, наверное, два. Фактически за эти небольшие четыре месяца здесь попало проекта 200 человек, с учетом того, что мы делали с вечерним мероприятием, тренинг и продлинг и после этих мастер-классов. Вообще, это вводный мастер-класс, на котором даются общие представления о предмете, для того, чтобы рассказать вам о том, как можно еще глубже им заниматься. Итак, безусловно, вы все пришли сюда, потому что вас эта тема волнует. Иначе вы не стали инвестировать свое собственное время. С точки зрения персональной стратегии вообще. Каждое ваше действие, каждое ваше событие, где бы вы ни находились, каждая секунда вашего времени, проведенная где-то, является подтверждением вашей персональной стратегии. Движением туда, куда вы направлены. Но, не забывайте то, что иногда в жизни встречаются удивительные люди. Люди, которые окружают вас. Так вот, я предлагаю вам сейчас познакомиться с теми прекрасными людьми, которые находятся рядом с нами. Что мы сделаем? Сделаем очень просто. Каждый из вас находится рядом с кем-то. И в процессе знакомства, 20 секунд, вы узнаете, как зовут этого человека. Узнаете о нем, о нем его самым важным, с точки зрения его личного качества. И одно самое главное – профессиональное качество. А потом, я очень быстро предупредал, вы должны представить своего соседа или соседку для того, чтобы узнать. А потом человек, запомнивший больше всех имен, получит от меня специальный текст. Итак, у вас есть 30 секунд для того, чтобы повернуться сейчас друг к другу и узнать, как вас зовут. Давайте так. Ну, вы вот этот край поворачиваете к этому, к этим людям. Вы поворачиваете к этому. Все. И через 30 секунд мы решим представление всех тех, кто здесь присутствует. Это называется «Все. Все». Вahonя — это у меня просто receiver. Или еще? Вон, у меня. Вон, я не буду. Вон, я поделюсь. Вон. Вон. В�, вон. Вон, я. Розовер, я не буду. Вон, я 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 буду. Вон. Вон, я буду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, Дарья, организатор крутых мероприятий, из Тулы приехал к нам и работает уже год, уже устал, а хочет сменить. Кстати, заход уже устал, я вам прошу учесть, надо как-то уже заход устал, а хочет сменить. Значит, слева сидит Владимир, он программист. Я, например, не устал, но хочет быть программистом, хотя почему-то здесь, как вариант. Дальше сидит Светлана... Алло, да. Светлана из Москвы, она... Найди, наверное, да. Дальше у нас сидит, значит, Дарья, Том Влад... А, нет, он Влад... Кстати, Влад, ваш коллега, который у вас представлял, он военный. Настоящий. Да, он сказал военный, да. Потом сидит, значит, Ксения, финансист. Вот, Ксения, финансист. И сидит еще рядом Снежана, занимается подажами. Все. Итого раз, два, три, четыре, пять, пять. Пять человек представлены. Или даже шесть. Шесть. Отлично. Теперь, первый раз мы даем нам на районный микрофон здесь нашим, для этого к вам. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут... Меня зовут Рафаэльз. Наши личные профессиональные качества, я думаю, очень много. Вдруг. У меня? Хорошо. Мы так улыбли, сделаем. Хорошо. И все. Девушки, чтобы динамику соблюдать, давайте, если есть, не помните, давайте дальше подаем микрофон в следующий парень. Хорошо, ребята, девушки, вот давайте. Отлично. Хорошо, надо было спросить. Дальше. Продолжение следует. Продолжение следует. Спасибо. Я успела познакомиться с Рафаэлем и с Еленой, но если я уже поставила малиру, то скажите, что у меня еще название. Может, ты дальше малируешь? Малирую? Ой, я могу молить в эти чудовы, потому что она моя сестра. Тогда сократим. Хорошо. Еще рядом с тобой Елена. Она регионалист, она очень фактически подозревает. Сейчас попробуем, Женю. Владислав, давай поддерживай, как я вы, на руку. Вот так, вот. Я нажимала кнопочку и техника снова станет. Жела. Да, жела. И Елена сейчас тоже думает менять как, собственно, направление работы, поэтому она здесь. И мы поговорили об энергетической отрасли, в частности, от Афгани Госток. Ну, не очень у меня положительное впечатление сложилось. Все мечтают? Все мечтают, но не все знали. Хорошо. Спасибо большое. Владислав, следующий там парень, давайте, чтобы мы спускались друг друга быстрее в Москву. Девушка перестала. Да. Да, кто здесь еще присутствует? Да. Добрый вечер. Рядом со мной сидит Денис. Шесть лет назад он приехал из Сибири. Работал в банке, занимается драматизацией по отделе HR. Хотела продолжить в том же духе, но насколько я поняла, тот банк упал. И мы можем новыми идти. Алиса? Рядом со мной сидит Диена. Она уже вторая у нас, наверное, в тренинг-минуте догадалась. Будет в конструкции. Наверное, это все. В Диену. Рядом со мной сидит Диена. На самом деле, работаем компаническим проектом. У главной компании, которая занимается проектом Денис. Особой информации я не буду видеть. Отлично. А это проект. Так, ладно, наша пара ниже. Еще кто-то, Диана? Роман, вы исследовали четко вашему заданию, поэтому пошли по профессиональным личным качествам назвали. Вот моя новая знакомая Анна назвала своим качеством коммуникабельность, профессиональным, а личным другом. Что? Не хочу у вас. Остальное пока не расскажет. Я надеюсь, что я слышу за мной. Классно, кто-то здесь есть. Сяком-то. Отлично. Спасибо большое. Давайте дальше. А мы сюда, мы мужчины. Кто? Следующая пара. Да, слушаем вас. Я успела познакомиться с ним. Он человек с ним сильнее. Я бы сказала это сразу с 3-мя обратами. Успешная, хоккейка. Мы пишем. Это его профессиональный профессиональный. А еще он не очень любит этого слова. Спасибо. Манюша. Она технолог на кондитерском предприятии. Она профессионалского дела. Работаем достаточно давно. Как сказал, 3-мя обратишься. А вам не скажешь, что вы будете нахудрять, правда? Любит слово. Хорошо, спасибо. Передаю все еще паре. У нас Таша не знает. Пора. Мой сосед Владимир. Из различных качеств. Коммуникабельный, общительный, разносторонний, без силового эффекта. Творческий. Друзья, давайте всем, пожалуйста, разрешимую, чтобы было слышно. Творческий, общительный, коммуникабельный, разносторонний, без силового эффекта. Из профессиональных качеств. Хороший коммуникатор. Специалист по развитию бизнеса. Директор по продажам. В сфере FMCG. Это вообще круто. Доброе личное дело Владимир. Я так что представляю. Моя соседа Андрея. Персональный качеств тоже достаточно общительный, коммуникабельный, добрый, хороший, тоже творческий, развивается, интересуется, растет, занимается невозможителем. По профессиональному качеству продажных, опытных, и руководителей проектов, в том числе в сфере диджитал, в любом итоге. Супер. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Сергей. За это время я успел познакомиться с двумя людьми. В сфере безопасности. Он профессионал, ответственный и очень уверенный в себе человек. Также я познакомился с Анной и Натальей. Анна общительная и позитивная, а Наталья очень приятная и не боя. Как-то так. Чудесно. Еще был профессиональный качеств. Вообще просто замечательно. Тогда передавайте микрофон туда. Наш микрофон у вас, да? Когда вот вам, вы первые, а вы вторые. А где наш микрофон сверху? Вот. О, а вы два нас еще есть. Давайте. Добрый вечер. Добрый вечер. Учительный, мой у вас сосед зовут Казбек. Мне все правильно запомнило задание на голову по заму личному И одновременно. Учительное, когда человек запоминает задание как другое, а задание не запоминает. Личное качество Казбека, он спокойный. А профессионально это легко и делает, он делает очень качественно. Ты должен? Спасибо. Екатерина уже представила меня. Единственное, что только это какая-то с ней. Справа у меня есть инфекция. Но они настолько были заняты, что они были. Поэтому скажу о Екатерине. Слушая ее, я понял, что во всем здесь очень прекрасный человек. То есть он красивый, мирный. В плане профессиональный чаш, в этом у нее членовиде. Отзывчивость личная. Это клиент-завительный. Отлично. Отлично. Давайте приведем тебя к волкнице. То есть как раз мы сейчас этим ведем. И потом ведем самым болтливым нашим нижним участником. Здравствуйте. Меня зовут Кирилл. Моя подруга Высана. Личное качество ее научно ответственное. При большой компании она много не любит раскрываться. Она очень хорошо находит язык при общении ДТП. Это ваша настоящая подруга? Да. По дому вообще? По дому он, конечно, говорит? Ну, по дому, вроде бы. Вот. Она очень ответственная человек. Работает в сфере продаж. Менеджер. Ну, это Кирилл. Ну, это Кирилл. Из личных качеств пунктольный. И из профессионалов, он очень решит знание. Да, мы это заметили. Пожалуйста, девушки. Всем добрый вечер. Меня зовут Анна. Парпусы соблюдают рекламы. Познакомы нас успела только с двумя. Кандидатами на столе Дарьки. Я спросила только по одному качеству. В ряду с мной сидит Наталья. Целеспременность в перемене и организовать. Далее сидит Татьяна. Целеспременность и нацеленность на лицу Дарьки. За мной Геннадий. Перфекционизм и аналитический спортом. Сергей. Семейственность и ответственность. Отлично. Спасибо большое. Добрый вечер. Добрый вечер. Передаем их в нижнюю часть. Где у нас на сегодняшний день. Вы себе представляете, пожалуйста. Прямо на микрофон. Представляете друг друга. Это Дмитрий. У нас осталось буквально несколько хват. Пожалуйста. А это Дмитрий. Он проработал 20 лет в области нефтегаза. И он занимался инвестициями, управлением проектом. И он, в принципе, к тому, чтобы комментизировать свои навыки и таланты. И свое имя. И найти самостоятельную работу. И найти себя в области созданий инвестиционных проектов. Каких-то организаций всегда. Дома на свободе. Что? Моя соседка зовут Ирина. Она имеет очень большой опыт в области рекламы. Ой, Инесса. Извините, Инесса. Просто девочки-девочки. Моя соседка зовут Инесса. Она имеет огромный опыт в рекламе и PR. Она жила за руку долгое время. У нее было собственным оператором агентством. Сейчас она приехала в Москву. И собирается здесь заниматься тем же. Отлично. Отлично. Вы такого говорили, как мама рассказали. Друзья. Девушки. Вот завершаем сейчас наше знакомство. И я вам просто расскажу почему все это было. Моя соседка зовут Ивана. У меня качество, личная качество, доносстеменность. Юстальная качество, репутативность. У нас в связи с неわшей степеньшим вопросом. Правый соседок. Не работает, товарищ Михайлович. Да. Моя соседка зовут Ирина. Соседок. Здравствуйте. Она работает в банковских сферах, она директор проводит с клиентами, она очень ответственная и клиентно-ориентированная. У нее самая большая база в банке. Спасибо большое. Спасибо, девушка завершающая. Добрый день. Я расскажу моей соседке, что получилось, что у нас очень много общего. Она эксперт в области наездной техники. Ее поездная работа на предприятиях, занимается сертификацией, также контрольных качеств. И учится сейчас в министратуре. И еще получает товар, чтобы водить с ягодами. Чудесно. Ну и давайте, предзавершающая представительность у меня. Я представила замечательную девушку, а теперь мы говорим. Ирина. Да, потому что, в общем, работаю в структурном управлении автомобильным направлением. Так что, хорошее место. Спасибо. Друзья, и я завершаю девушку, которую я сидела одна. Я ее представлю. Это Ольга. И, как вы знаете, как вы понимаете, какую черту она ее назвала, а ее называли сегодня практически все. Излишней. Цельюстремленность. И профессиональная. Она занимается финансовым анализом. Финвестиционная компания, да? Вот. Друзья, как вы думаете, что вы сейчас только что сделали? Вы сделали самопрезентацию. Первое, что я хотел от вас, чтобы вы не побоялись рассказать о себе. И фактически каждый из вас это сделал. Мало того, вы представили других людей. Что происходило в тот момент, если кто-то обращал меня, когда вы говорили о другом человеке добрые, теплые слова? Как себе этот человек? Улыбался. Улыбался. А в большей степени своей? Довольствую. Чувствовал смущение. Чувствовал смущение, потому что мы очень редко себя хвалим. Мы очень редко себя хвалим. Мало того, структура нашего менеджмента в России построена на том, чтобы не хвалить сотрудников, а постоянно их жестоко эксплуатировать. К сожалению, так они и есть. Ведь я, когда часто провожу тренинги в больших компаниях, я им говорю, ребят, вот вы только что сейчас представили себя, это такое же враждение. Как часто вы делаете то же самое со своими подпочиненными? К сожалению, 20 лет. Мало того, что еще мы сегодня сделали? Простой, очень легкий навык, который мы с легкостью отработали. Коммуникации, выступления абсолютно незнакомой, холодной и относительно враждебной среде. Это ваш первый сегодняшний плюс от того, что вы сделали. Потому что не надо бояться, надо четко знать. Когда ставится вам задача, расскажите себе одно главное профессиональное качество, одно главное личное качество. В этот момент вы, по сути, рассказываете о себе. Достаточно одного личного качества, чтобы попытаться понять, что с человеком происходит. И мы сегодня будем об этом говорить. И поэтому я вас приветствую на мастер-классе, который сегодня называется «Как поднять свои устоины и ставить труда». И мы будем на это секрете с такого резюме. Мне бы вкратце для того, чтобы… О, это мне немножко не то, это не плохо. На самом деле, есть некая определенная печаль. Печаль связана с тем, что наши резюме не работают. Как вы думаете, почему? Потому что они похожи, как и у всех. Оля, браво! Сегодня Ольга может, на самом деле, вести этот мастер-класс. Она сказала очень простую вещь. На самом деле, наши резюме не работают по одной простой причине, что они такие же, как у всех. То есть все мы, по большому счету, с точки зрения рекрутера, одинаковые. Владислав, который сегодня представлял меня, он настоящий рекрутер. Он работает в компании, занимается подбором персонала. Сегодня я специально пригласил его сюда, для того, чтобы он вам сам, из первых уст, рассказал, что происходит в компании. На что они обращают внимание. Что происходит с резюме, что происходит с кандидатом. От чего и чем он мотивирован, для того, чтобы решить стоящую перед компанией задачу максимально быстрее найти человека, которому нужно. Но мы сегодня пришли слушать не только его. Мы сегодня пришли ответить себе на вопрос. Как же мне поднять свою стоимость на рынке труда? И в первую очередь, мы должны понять о том, от чего зависит моя зарплата. Вернее, стоимость моя на рынке – это моя заработная плата. Вернее, столько, сколько мне готовы платить сегодня работодатели – это и есть моя капитализация. И все, что я должен сделать – максимально эффективно использовать свои личные качества, свои профессиональные качества, чтобы повысить свою стоимость. И стоимость можно повышать двумя путями. Есть еще и другие пути, которые более протяженного времени, более требуют большего дня. И сегодня мы будем говорить о двух. Первое – о своем позиционировании через резюме для тех, кто ищет работу. И для тех, кто работает в компании, о том, как правильно выстраиваться в систему и стратегию карьерного роста через смену парадигма отношений градоподателя. К сожалению, в тот момент, когда мы отправляем резюме на нашу вакансию, в эту же секунду как минимум еще сто резюме приходят в этот момент. Поэтому так важно понимать о том, что размещение вакансии на сайте по поиску работы не является поиском работы. Если мы думаем о том, что мы можем найти работу, только разместив резюме на сайте по поиску работы, мы на самом деле впадаем в глубокое заблуждение. А самое печальное, и для меня это самое печальное, знаете, в чем? Потому что, когда мы понимаем, что вдруг мы спим сейчас, а вроде как что-то происходит. Но это только лишь первый факт, который я для вас приготовил. На самом деле ситуация хуже. Если мы думаем, что кто-то за нас ищет нашу работу, это не так. Никто не ищет за нас нашу работу. Только мы в состоянии разработать стратегию поиска работы. Будьте добры, пожалуйста, поднимите руки, кто сейчас не работает. О! И вы все хотите так или иначе найти работу, правильно? Так вот первое, что вам нужно сделать. И буквально вот вчера вечером у нас был коучинг в мини-группе, так же как мы сидели и разговаривали. И я говорю, а что для вас понятие поиск работы? Ну как поиск работы? Там проснулся, позавтракал, посмотрел новости или прямую линию с Владимиром Владимировичем. Эксперты, кстати, сказали, что она скучная была сегодня. Зашел в интернет, откликов нет. Победал. Снова заглянул. Но нет откликов. Это не смешно. Это ужасно. Знаете почему? Потому что человек на самом деле думает, что на самом деле он ищет работу. Что такое, когда мы не работаем? Что мы должны делать? И это не входит в рамках моей презентации. Я просто хочется с вами об этом поделиться. Потому что буквально вот вчера, позавчера, я закончил курс управления карьерой для читать студентам в Трехановском университете экономики. И мы с ними долго-долго обсуждали, что же нужно делать. За это небольшое время, за неделю, они изменили свой взгляд на жизнь. С точки зрения своей карьеры. И мы с ними договорились каждые пять лет апдейтить ситуацию, что будет с ним проходить. Это, знаете, такой будет новый эксперимент. Я не думаю, что кто-то его еще проводил подобный. Как молодые люди, поставив себе карьерную цель, будут добиваться ее. Так вот, всем тем, кто не работает завтрашнего дня, у вас начинается работа. Работа по поиску работы. И чем отличается состояние, когда вы не работаете дома, и состояние, когда вы работаете дома? Самодисциплины. В чем основной принцип самодисциплины? Потому что вы начинаете эффективно использовать свое время для того, чтобы каждую минуту направлено на то, чтобы сделать еще один шаг. У меня есть очень близкий товарищ, его зовут Карамис Каримов. Он тоже эксперт в области HR. Однажды мы с ним вместе проводили мероприятие. Так он сказал, «Знаешь, Ром, я придумал очень классную идею. Вот если взять и разрезать апельсин, представляете, да? Вот взять и вот… Нет, не так. И вот когда мы увидим его так, то здесь, получается, будет много-много-много долек. Так вот, эта апельсиновая стратегия включает в то, что размещение вакансий на одном из сайтов по поиску работы является лишь четвертью этой дольки. А все остальное – еще куча дел. Так вот, с завтрашнего дня вы встаете ровно в 8 утра. В 9 заходите к себе на работу. Максимум поли десятого. Потому что, как у всех, рабочий день начинается. У вас есть всего лишь один перерыв на обед. Не в смысле поспать, а в смысле перерыв на обед. И все это время вы должны искать работу. А что будете делать? Мы с вами об этом обсудим. Поехали дальше. Следующее. 17 миллионов резюме находятся на одном из работных сайтов. 17 миллионов – это к вопросу о том, что мы только что говорили. Это ужасные цифры. И если мы думаем о том, что мы просто разместили свое резюме на сайте Хэдкантер, Суперджополь и так далее. Это нужно делать. Никто об этом не видит, что это не нужно делать. Это нужно делать. Но мы должны понимать, что таких же, как мы, 17 миллионов в совокупности со всех работных сайтов. Эта цифра будет более ужасающая. Влад, который сидит наверху, он как раз из той касты людей, которым, мы надеемся, прочтет наше резюме. Мы надеемся, что как только мы его послали в эту компанию, мы их облагодетельствовали. Мы надеемся, что не только позвонят нам в данную минуту, но, по крайней мере, ответят. Уважаемый Роман Владимирович, большое вам спасибо, что вы откликнулись на нашу вакансию. Мы с удовольствием ознакомимся с вашим резюме. И обещаем вам кровно, что мы вам перезвоним, может быть, и может быть, скорее всего, пригласим на собеседование. Но этого не происходит. Или происходит бы не так часто, как бы нам хотелось. Срок поиска работы, поправьте меня, если вы не со мной не правы, от двух до шести месяцев. Иногда это может занимать и год. Согласны? Не бывает чудес, к сожалению, если вы человек-бренд. А чтобы стать человеком-брендом, об этом нужно для начала задуматься. Маленький вопрос. Как вы считаете, есть ли у каждого из вас свой персональный бренд? У меня есть я блогер. Супер. У кого еще, кто не блогер, есть свой персональный бренд? Андрюш, ты профи. У меня есть, я сейчас построил свой проект в названии. Микрофон, микрофон. Я могу себя тоже отчасти назвать блогером или основателем. Супер. У меня есть, друзья, работодатели. Кто угодно. Кто считает, что у него бренда нет? Страшно по нему? У всех есть бренд. У всех. Когда мы проводили передачу на радио столицы FM, я попросил одного из самых известных, самых лучших бизнес-тренеров нашей страны. Радислава Гондопасова, звоните в студию. И мы с ним поговорили. И когда мы задали вопрос, Радислав, а когда у вас появился ваш бренд, как вы думаете, что он мне ответил? С момента моего рождения. В чем разница наших подходов в настоящий момент? Разница в подходах тем, что мы либо осознанно управляем, как Андрей, как вы, как вы, или бессознательно не мы управляем, а он просто болтается рядом с нами где-нибудь. Так вот, чтобы найти работу быстро, вы либо должны быть суперчеловеком-брендом, и для этого есть определенная работа. Это такая же работа по строению бренда, как по строению бренда Coca-Cola, который самый дорогой, или по построению бренда Hyundai, где мы находимся. Это тоже большая работа. Если вы на сегодняшний день, я надеюсь, теперь вы задумались о том, что у вас есть свой собственный бренд, вы начнете думать, как вы выглядите, что вы говорите, что вы пишете в своих социальных сетях, какие фотографии вы размещаете, какое профессиональное мнение вы высказываете на этих страницах. И о том, как составлено ваше резюме. Как вы думаете, сколько секунд достаточно рекрутеру, чтобы посмотреть ваше резюме? Я знаю, что вы тут глядели уже, как мои студенты на презентации. 10 секунд. 10 секунд – это ужасно маленькая цифра. На первый взгляд, она смешная. Но на самом деле она нам говорит о трагедиях сотен людей, которые за эти 10 секунд уходят в небытие. То есть 10 секунд для того, чтобы посмотреть на резюме, и если там нечем зацепиться. А Оля, мой эксперт, в будущем ведущая тренинга по поиску работы и прочих по финансам, сказала очень просто. Все одинаковые. Как человеку профессионалу, но мы его спросим в этом сегодня. Как человеку профессионалу за 10 секунд вычленить самое главное. И они умудряются это делать. При всем при том, кто-то же устраивается на работу. Ведь всем из вас когда-то работали, или всех из нас кто-то когда-то принял на работу. Значит, даже в наших с вами одинаковых резюме… Нет, давайте по-другому. Теперь у вас резюме не такие, как у всех. Они будут уже другие, только по одной простой причине, что вы инвестировали свой вечер сегодня сюда. Для того, чтобы задуматься об этой проблеме. О той проблеме, которой на самом деле не задумается никто. А если я спрошу еще, а думаете ли вы о своем предназначении в своей жизни? Ну это вообще прекрасно. Если вы на секунду задумаетесь не только о своем резюме, но и о том, какую пользу вы в своей жизни профессионале несете обществу. И сможете это выразить. Об этом мы будем сегодня говорить. Вообще все построено к тому, чтобы вы на самом деле смогли раскопать в себе, разгрести вот то самое главное предназначение, что ради чего пришли в этот мир, я буду считать, что свою работу выполнена отлично. Но не всегда это получается. 44 года мне сейчас. Я в первую очередь думаю именно об этом. Я уверен, что в 20 лет я об этом не думал. Не знаю, о чем я буду думать в 50 лет или в 60 лет лет. Но явно не о том, о чем можно подумать на первый взгляд. Я буду думать, наверное, о прошлом или буду думать о будущем. Но я буду думать о том, какую пользу я принес людям. Если каждый из вас на секунду вспомнит самые лучшие моменты переживания в своей карьере. Самый успешный момент. Вот попытайтесь на секунду. Вот сейчас. Где в таких еще тренингах вас попросят пофантазировать? Закройте глаза и вспомните самые успешные моменты своей карьеры. Перенеситесь в тот момент. Ощутите этот кабинет, где вы находились, тех людей, напряжение, в котором это было. Попробуйте почувствовать состояние, в котором вы были успешны. Найдите в себе, найдите в этом состоянии самые важные моменты. Что масса тогда привело к успеху? Совокупность факторов. Ваша решимость. Что конкретно в той работе, которой вы занимались, дало вам этот возможность, этот успех. Это будут первые шаги к созданию вашего профессионального позиционера. Ведь на самом деле ученые доказали, 70% времени, задумайтесь над этим фактом, 70% времени мы проводим на работе. Если мы занимаемся нелюбимой работой, значит что мы тратим свою жизнь? Так вот, моя задача, чтобы вы не просто нашли свою работу, а постарались вычленить свои самые сильные стороны. Сделать так, чтобы вы задумались о том, когда вы были успешны. Что вам помогло быть успешным? И искать работу в этом направлении. Чтобы, проснувшись утром когда-нибудь, вы подумали, как классно, что я иду на эту работу. Идем дальше. Итак, 10 секунд. На что он смотрит? Рекрутеры обращают внимание опытные, профессиональные рекрутеры сразу понимают, подходит этот человек, указывает, вернее так. Информация, содержащая в этом резюме, релевантна той вакансии, которую я ищу или нет. Если да, то может быть идет дальше. Если нет, то нет. Что происходит? Есть четыре, на мой взгляд, самых главных критерий. Владислав потом расскажет, может быть, о своих каких-то, добавит. И это будет, по сути, первый секрет вашего резюме. Четыре главных критерия. Ваша работа. То, что вы делали. Ваше образование. И ваш опыт. Вот основные вещи, на которые в течение первых десяти секунд определяет свой взгляд рекрутер. Наша цель с вами. Ваше резюме. Это уже второй секрет. Или я даже собьюсь. У меня было даже когда-то семь секретов. Кто был на прошлом? Семь у нас был в прошлый раз секрет в резюме. Да? На прошлом мастер-классе. Будет больше в этот раз. Так вот. Это уже четыре. Плюс пятый за десять секунд. Так вот если мы в состоянии сделать так, чтобы эти разделы нашего резюме принесли максимальную информацию, тогда мы будем считать, что у нас есть небольшой шанс. Вообще, это уровень шанса. Кто здесь профессиональной математики, аналитики, Оля, по-моему, да? Есть у нас 17 миллионов резюме и 300 или 400 тысяч вакансий. Какой наш шанс? Никакой. Никакой. Или давайте посчитаем так. На одну вакансию приходит от 100 до 200 резюме, а шанс один к двум стану. Так вот, чтобы этот шанс повысить, нам нужно как минимум вот эти четыре направления сделать так, чтобы взгляд за ней зацепился. Мы об этом не подсудим дальше. К сожалению, что происходит тогда, когда мы не можем найти работу на протяжении долгого времени? На протяжении долгого времени, если мы не можем найти работу, мы впадаем в некое состояние, которое рекрутер называет подбитый летчик. Как вы думаете, что это такое? Что еще? К чему это может привести? Я не психолог. Я профессиональный менеджер, который использует корпоративные инструменты в управлении компанией. Содержение самооценки. Содержение самооценки. А это очень и очень печальный диагноз. Мы со своими студентами попытались разобрать такое понятие, как вера в себя. Оказалось, молодежь задумывается над этими вопросами, но не настолько глубоко, насколько бы мне этого хотелось. И когда мы стали говорить о таких понятиях, как честь, совесть, любовь к родине, возникли проблемы. Потому что мы давно на них не говорили. И дети, которые сейчас молодые, они не прививали эти моменты. И потом они мыслили, а почему так важно любовь к родине? И мне пришлось достаточно сильно потрудиться, чтобы объяснить об этом. Но это немного лирическое отступление от того, что я вам хотел сказать. Итак, мы понимаем, что наша цель сделать так, чтобы наше резюме заметили. Наша цель заключается в следующем. В своей работе, что бы мы ни делали, получать максимальное удовольствие от этого и приносить максимальную пользу работодателю. Только это позволит нам повышать свою стоимость. Так вот, я хочу развернуть вектор ваш мысли от того, что стоимость наша зависит не от того, что мы просим у работодателя поднять на зарплату. Стоимость наша зависит от уровня и степени полезности, принесенной работодателем или этой конкретной компанией. И только тогда, когда мы четко понимаем, а что мы конкретно можем принести компании, путем совокупности, невероятного прекрасного сплава, каждый из вас, сидящий здесь, это индивидуальность. Каждый из вас уникальный. У каждого из вас есть свой уникальный набор профессиональных и личностных качеств. И такого, как вы, больше нет нигде. И иногда компании нужны только вы, для того, чтобы решить стоящую перед ними задачу. Ведь именно совокупность ваших факторов правильно упакованная, отрепетированная дома. Когда вы ищете работу, это для вас, по сути, вы поступили в театральное училище. Что вам нужно? Вам нужно раскопать себя, полностью описать, потратить на это не одну неделю, а может быть больше. Мы будем об этом говорить, что такое мы делаем в коучинге. И я вас прошу, если пока о коучинге не думать, мы об этом поговорим в конце наших занятий. И списать мне одну пачку бумаги, задуматься о том, что ты делаешь, прослезиться не раз. На самом деле, вот вы улыбаетесь, вот буквально вчера, я говорю, у меня идет мини-группа сейчас. Вообще несколько потоков идет, сейчас мини-группа. Три прекрасные дамы. Одна руководитель крупнейшего, руководитель отдела технологии, технологического департамента крупнейшего банка. Вторая, более молодая, у нее, она работает специалистом проектов, они делают крупные проекты для стран СНГ. Третья девушка, она пока не работает, но она в состоянии тоже, и у каждой из них есть ли собственные задачи, и есть собственные проблемы. И 90%, когда мы начинаем с ними разговаривать об их предназначении, начиная с того, что слезы. От того, что я не хочу, от того, что я не могу, от того, что я не знаю, что мне делать. И мы пытаемся потихоньку, шаг за шагом, продвинуться в их понимании самих себя. И самая главная задача, разобраться в себе, а что ты, собственно говоря, представляешь? Что ты умеешь делать лучше всего? На чем строится твое персональное, профессиональное позиционирование? Это слово я сегодня буду повторять гораздо чаще, потому что это, на мой взгляд, ключ. Так вот, если мы разворачиваем вектор своего понимания стоимости, стоимость это не значит, что я на одном собеседовании попрошу 80 тысяч, а на другом 100. И там, где мне дадут 100, я пойду туда. Смысл повышения своей стоимости на рынке, прийти в компанию и сказать, а что, какая задача стоит перед вами? Я своим профессиональным опытом и знанием могу сделать так, чтобы я буду работать за двоих. Заплатите мне 100, а потом еще и плюс дайте. И я уверен, в прошлый раз здесь было несколько предпринимателей. Помните, да? И они говорили, да если бы хоть раз к нам такие люди пришли и сказали, мы готовы взять на себя ответственность за ту работу, которая у меня стоит, мы бы их с удовольствием взяли. Так вот, это четвертый или восьмой, там, не знаю, 28 секрет нашего резюме. Пытаться подумать, встать на сторону работодателя и задуматься на тем, а что его беспокоит в данной вакансии. Вообще, разобраться, что происходит с компанией, вообще настолько просто, что вы даже сегодня не пострадаете. Попробуйте подумать как. Вот вдруг вы наткнулись на какую-то вакансию в компании. О чем это говорит? Хорошо, допустим. Раз, расширяется. Вариант два. А что мы можем сделать следующим этапом аналитической работы, который под... А правильно они расширяются или нет? Мы можем посмотреть на вакансии вообще всех вакансий этой компании. И нам сразу станет ясно, что с ней происходит. Очень важно. 26 секрет вашего резюме. Очень важно разобраться... Все знают теорию жизненного цикла? Компании или вообще теорию жизненного цикла, да? Знаете, напомню, это выход на рынок, это некий взлет, некая стабилизация, точка бифуркации, когда мы идем либо вверх, либо вниз. Так вот, когда мы четко понимаем... Ведь давайте я по-другому могу сказать. Кто-нибудь когда-нибудь задумался над тем, когда он идет на собеседование, в каком состоянии жизненного цикла находится компания? Вы. Супер. Как это вам помогло? Они вас сразу поняли. В большей степени. Когда мы понимаем, что компания находится в том или ином цикле жизни, а это очень просто. Сегодня все открыто. Информация директора о бизнесе, о любое, все может найти в компании. В этот момент проявляется ваше самое главное качество. Ведь вы же тоже не универсальный солдат. Ведь кто-то любит антикризисные ситуации, да, Эль Шай? Кому-то важно работать под давлением. Вот я, например, тот человек, который все создают. Например, если бы мне сказали, Ром, вот приди в компанию, которая прекрасно работает, сделай так, чтобы она работала еще лучше, дотачивая мелкие детали в течение 10 лет, я бы сдох. А вот если мне сказать, слушай, там так все плохо, прямо вот через месяц она заткнется или умрет эта компания. Я бы туда поехал, я бы через год или через год вытащил бы и сказал, вот, нате дальше. Вот это мое. Так же и у вас, наверное, да? Ведь у вас же есть определенные моменты, в которых вы чувствуете наибольшую свою эффективность. Какие они? Прямо сейчас записывайте свои тетрадки. В каких моментах вы чувствуете себя наиболее эффективными? Для того, чтобы об этом писать в резюме, а потом еще об этом рассказывать своим работодателям на собеседовании. Ну, что значит такой момент? Что для вас, в каком состоянии компании вы наиболее эффективны? Когда все пока в компании хорошо, когда все системно работает, или наоборот от вас требуются какие-то новые идеи, или от вас требуется, я не знаю, что-то ломать, строить замок, или наоборот дотачить. И так, вы стоите гораздо больше, чем сейчас. Это мое официальное заявление. И есть, вот просто даже для того, чтобы поднять свою зарплату на 25%, где это вообще идет еще не нужно. Вот буквально позавчера, у меня есть коучинг идет, 90 дней до результата. Один из моих, у меня 20 человек, он говорит, все, я закончил. Я говорю, в чем смысл? Вы рассказывали. И вот он вчера собрался и выступил перед всеми нами. Он говорит, я ставил себе задачу, мы с ним проговорили, определили путь. Где-то примерно месяц, сегодня 56-й день у него собрался, где-то он говорит, я получил все, что хотел. Я получил не просто прибавление к заработной плате, я получил еще и годовую премию, и квартальную, которую вообще ни у кого нет. И все почему? Потому что он планомерно шел к решению этой задачи через максимальное вовлечение в свою работу, через максимальное взятие на себя ответственности за конечный результат, через разворот своего мнения к работодателю, что он не просит повышения зарплаты, а своей работой предоставляет компании максимально большую эффективность, для того, чтобы она работала лучше. И как только он приходит к своему руководителю, и говорит, слушай, дорогой, давай договоримся, с сегодняшнего дня я работаю 24 часа. Не мешай мне, я буду делать столько, 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 столько. Давай посмотрим, какой будет результат. Как вы думаете, какой-нибудь руководитель откажется от такого предложения? Никто. А через месяц, когда вы к нему пришли и сказали, смотри, какой результат. Тебе понравилось тогда и мне понравилось. Я готов, хочу от этого результата гарантировать, вернее, я гарантирую, что такой же результат будет каждый месяц, и я хочу 10% от этого. Как вы думаете, вы получите? С вероятностью 90% да. Нет? Нет. Почему? Все зависит от компании. Да. Если эта компания вас не поддержит, с такой эффективностью вы пойдете в любую другую компанию и сразу на этапе собеседования скажет, ну как только вы ему скажете, а я ухожу, он скажет, о, слушай, давай договоримся. Итак, о чем я хочу сказать. Самая большая проблема – это безликость нашего резюме. Это сегодня Ольга, мисс Очевиденств, который сегодня об этом сказал в самом начале, ему вообще ничего не говорили. И это самая главная проблема. Помимо всего того, о чем мы с вами говорили. Можете не фотографировать, я вам дам ссылку на закрытую доску, вы мне на листочку напишите все свои адреса. И я вам, кто, все через таймпатер регистрировались. Да? Я вам в рассылку сегодня вечером пришлю. Я провел эксперимент. Думаю, ладно, хорошо. Если я так хорошо разбираюсь, надо помочь людям. У меня контактные в телефоне, например, 4,5 или 4,700 контактов. Наугад, первый сто. Вы, слушайте, давайте я вам сделаю аудит резюме абсолютно бесплатно. Просто хочу оттренировать этот навык. Потому что, вот вы не поверите, я смотрю на резюме, и я вижу, в чем в нем проблема. Вот я не знаю, как это объяснить, но вот я вижу там дырки. Вы в чем, в нефте специалист, да, или в чем? Да. Вот если говорить про суть вашей работы, в чем вы разбираетесь с закрытыми глазами? Вот. То есть, если вы вам показали какой-то проект, который, ну, вы бы сразу ему отдали оценку, правильно? И вы, вот, на секунду, это был еще один лайфхак. Запишите сейчас, в чем вы разбираетесь лучше всего. Что вы можете делать с закрытыми глазами, прям вот не задумываясь. И это и есть ваша самая главная профессиональная компетенция. Так вот. Я им позвонил и говорю, слушайте, друзья, присылайте. Семьдесят человек вообще не прислало, но поблагодарить. Наоборот, тридцать вообще не прислало. Это так условно, и все, что там, плюс мы все равно. Семьдесят резюме я начал писать и аудит. Я открыл резюме и по-честному, вот, прям каждому срочному, в виде комментарии. Потом еще отдельный файл из такой большой на 18 страниц. Я говорю, вот в этом разделе нужно написать то-то, 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 то-то. В этом то-то, то-то, то-то. Я хотел бы всем с комментариев, смотрите, эта проблема существует и в вашем резюме. Возьмите и сделайте. Из тех, кому я бы отправил, всего лишь двадцать человек мне позвонил, сказал спасибо, и десять человек прислали исправленное резюме. Когда я попросил вас поднять руки с учетом того, что вы ищете работу, я хотел подумать и заставить вас задуматься о том, что поиск работы – это работа. Постарайтесь осознать эту мысль, что с сегодняшнего дня, вечер, 14 апреля, завтра ваш первый рабочий день и все, кто находится дома. И у вас должен быть такой же план работы для того, чтобы двигаться вперед, чтобы найти то свое предназначение, ту свою зарплату максимально высокую. Но для этого необходимо проделать достаточно много работы дома. Итак, что мы будем делать? Проблема в том, что из-за плохого резюме люди не получают заработную плату. Каждый из вас знает, что такое вилка, да? Что? Минимум, средний и максимум. Как вы думаете, человек, который приходит на собеседование, который не может в двух словах разобраться с тем, что он говорил с точки зрения своих профессиональных навыков, который составил резюме, которое, как говорит Оля, у всех одинаковое. На что может претендовать? На zero. Но этого, конечно, нет. Мы все-таки не в раблогодичном государстве живем. Хотя бы 90% работодателя этого не хотелось. И еще. Мы люди. Мы не роботы. Так хочется иногда включить вот эту кнопку. Вот помните, как в этом фильме «Урии»? Где у него кнопка? Ну, мы приходим с целым набором наших психологических проблем. С целым проблем, с целым набором наших идей. Вот даже сейчас каждый из вас, если мы представим, что ваша сущность некая, ваша ментальная оболочка, она размером где-то примерно метр вокруг вас, наполненная теми проблемами вашей жизни, которые находится, вы представляете, в каком сейчас мы сидим аквариуме? И вот они все друг с другом взаимодействуют там, где-то. Мы не понимаем это. Но все в целом это создает некое энергическое состояние этой аудитории. И мне очень хочется, что оно в целом пока позитивное. Я это чувствую. Надеюсь, вы тоже. Так вот, мы движемся дальше. Если вы пришли и получили минимум, и сейчас мы посчитаем, к чему это может привести. Вполне возможно, что вилка по зарплате может составлять 25 тысяч рублей, а для топ-менеджера, который получает сотни тысяч рублей, она может составлять и больше. Но 25 тысяч рублей недополучены в течение месяца. Да и 300 тысяч рублей по году. Это очень серьезные деньги. Не поверьте, в нынешних кризисных деньгах для меня 100 тысяч сегодняшние гораздо более ценные, чем 100 тысяч два года назад. Потому что эти 100 тысяч где-то надо взять. Их надо каким-то образом суметь заработать с учетом того, что вот ситуация в стране совсем изменилась. Так вот, а если это разница больше, все зависит от вас. Насколько качественно вы подготовитесь к тому, чтобы идти на собеседование. Чтобы объяснить точно. Сначала в телефонном интервью. Потом на персональном собеседовании с очаром. Потом на персональном собеседовании с непосредственным руководителем. А может быть потом с собственником компании, с небольшой компанией. И когда вы четко знаете, сколько вы стоите. А ваша стоимость основывается на вашей уверенности или вере в себя. Я вам дам маленькое домашнее задание. Попробуйте сегодня взять чистый листочек. Написать в центре вера в себя. Вот прямо так в центре кружочки. А потом подумайте, из каких составляющих оно для вас состоит. Когда вы напишите эту ромашечку, листочек. Попробуйте оцифровать каждый из них. И сказать, а как я могу управлять этим элементом. И когда вы разберетесь, что вам нужно сделать, например, для того, чтобы... Вот мы со студентами обсуждали. Вера в себя состоит из уверенности и самоуверенности. Причем самоуверенность почему-то вызывает в нас негативную коннотацию. То есть почему-то самоуверенный американец не вызывает ни у кого отрицательных эмоций. А самоуверенный русский вызывает почему-то у всех ничего себе выбивается. Так вот, попробуйте подумать о том, из чего он состоит. Из каких моментов. Этика, мораль, вера в себя, неверие в себя. Я не знаю, а что там еще было. В общем, очень много всего, я думаю, что вы смотреваете. А потом каждый из этих элементов. Попробуйте понять. А как им управлять? Кстати, очень важным элементом веры в себя является физика. С точки зрения, ваше физическое тело. Насколько ваше тело в состоянии выдерживать нагрузки. Для девушек это вообще было важно. Я сегодня вот танец здесь, мы обсуждали. У меня вчера был эфир на радио «Консомольская правда». Мы выходим в студию, а журналисты, они такие, ну, расслабленные с точки зрения стилистики и все остальное. И она садится в кресло напротив меня, и я говорю, слушай, она сегодня прямой эфир. Вы бы видели, как у нее изменилось лицо, но это девочка в хорошем смысле. Для нее важно выглядеть хорошо. Для всех нас важно выглядеть хорошо. И если мы начнем просто элементарно делать домашнюю зарядку утром, бегать вокруг дома, ничего другого не надо ходить в воркласс и так далее, приседать по десять раз, мы все сможем, следите за своим питанием, мы все сможем поправить этот показатель физики, который даст нам в целом уверенность в себе. Даст нам уверенность в себе, мы сможем более серьезно и откровенно рассказывать о своих достижениях, потому что вы чувствуете, что вы себе одет, уверен, комфортно. Набить себе удобную одежду, не обязательно особо дорогая, комфортная, удобная, в которой вы себе чувствуете комфорт. Именно так идите за собеседование. Именно вот, вот когда вы завтра, у вас будет первый рабочий день дома, одевайте непоношенные шорты, футболку, эту растянулась там на 20 размеров и тапки, оденьте, когда вы пришли в офис, оденьте джинсы, футболку, рубашку, всякие за свой компьютер, налите себе кофе, как на все это делаем. Девушки начинают красятся в офисе. Это нормально. И работайте, понимая, что вот еще есть одно упражнение, я вам бесплатно сегодня даю очень много всяких интересов. Подумайте, что за вами вдруг не стало всего. С завтрашнего дня начинает снимать камеру. Да, мы исключаем вопросы едины, души и все остальное. Но, вот попробуйте в момент, когда вы принимаете какое-то решение, либо ляпнуть на кого-то, либо вы подрезал на что-то, сказать либо доброе, либо хорошее, понимая, что вас сейчас видят все остальные. Как вы ничего себе вести? И это еще один элемент управления собой, самодисциплина. Если вы поставили себе будильник на 8, значит, надо встать в 8. Если решили лечь в 12, значит, надо лечь в 12. И вам всего хорошего. И вам хорошего дня. Отлично. Спасибо. Друзья, едем дальше. Еще одно. Возле того, как мы с вами попадаем на собеседование, это нам очень сильно повезло. Что мы слышим? Какой вопрос чаще всего звучит? И не только там, а вообще в нашей жизни. Расскажите, пожалуйста, о себе. И что в этот момент происходит? Говорит сумбу. Первое. Стопор. Сумбу. Что еще? Вопросы. О себе это еще много. Я не знаю, что сказать. Чем отличаются вот такие эмоции от хорошо снятого голливудского фильма? Глубже копаем. Глубже копаем. Готовлено. Что? Готовлено. Еще. Сценарий. Сценарий. Зачем? Чтобы что? Чтобы что? Еще. Мысли мы доносим. Когда мы смотрим голливудский хороший фильм, мы что испытываем? Эмоции. В нужный момент, который нужен режиссер, мы плачем. В нужный момент мы смеемся. То же самое ваше выступление перед работодателем. То же самое ваше резюме. По сути, это срежиссированный акт. Резюме – это рассказ о вас. И вы, как автор, сценарист, главный режиссер, Леонардо Дегаприо в этом году, получаете тот Оскар, который заслуживаете. Я вчера дал задание одной девушке, которая, возьми лист бумаги, расчерки его на 20 секунд, 20 отрезков. Это примерно 20 минут в вес времени. И попробуй написать те эмоции, которые бы ты хотела вызвать у работодателя в процессе беседы с ним, для того, чтобы в конце он сказал «Боже мой, как долго я вас ждал». Это вам тоже самое задание. Спрогнозируйте ту эмоцию, которую вы хотите вызвать. Ни сумбур, ни вопросы, что там, ни ступор. У вас должно быть четко. Вы должны понимать. Когда вы уже пришли в эту компанию, вы знаете о ней больше, чем, может, этот рекрутер знает. Вы уже прочли все последние новости. А почему? Потому что вы занимались своим персональным позиционированием. Потому что вы готовились к этому собеседованию. Потому что вы четко понимаете, что от вас ждут. И после того, как мы рассказали этот сундук, мы задаемся еще и думаем «Ну что?». Я, например, вспоминая себя, когда я это делал, я думаю «Вот что я сейчас расскажу, как минимум, там, ну, замгубернатора, сто процентов». А не происходит этого по какой-то причине. Не происходит по причине того, что на самом деле мы могли рассказать обо всем, но не только то, что хочет и услышит рекрутер. Я постараюсь сегодня найти время в своей презентации для того, чтобы Владу дать время выступить. Если вдруг не успею, я специально оставлю, дадим вам возможность ему задать вопросы после того, как мы все закончим. И не происходит так по разным причинам. Мы просто не знаем, что говорить. Когда мы знаем, что говорить, мы пытаемся выдергнуть в своей биографии все, что угодно. Перемешиваясь с личными качествами. Рассказывая о том, как вы в садик ходили, чем вы занимались в институте и так далее, и так далее. Какую корпоративную газету вы рисовали или стен газету. Но не это главное. Как вы думаете, что хочет услышать работодатель? Кто получил рассылку для того, чтобы принести и заводить с собой сегодня резюме? У вас с собой? Давайте. Без обид, просто читайте. Ага. Так. Так, 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 так. Итак. Исполнение указаний управляющей компанией, мерчендайзинг, обучение персонала, смена коллекций, внедрение нового торгового оборудования, встреча иностранных гостей, контроль среднего чека, проведение ментализации, планирование уменьшения потерь, наличие, первичные собеседования персонала, опыт открытия новых ментализаций. Это вот где мы сейчас были, вот тут, да, не будем звать. Спасибо большое. Что, на самом деле, какой диагноз? Пока. Что? Отличный вопрос. Продолжим дальше. Итак. Открытие обособленного подразделения, управление отделами, подработка новых направлений, монитор международных переводов, организация управления, контроль ведения документации, умение принимать решения, улучшение сервиса, оперативная серебряная заставка, расчет маршрутов, контроль личных изделий, эффективные сотрудничества. Без обид. Вы же уже теперь понимаете, к чему я это попросил сделать? Вы уже знаете, что нужно сделать? Что? Выкину. 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 Ну, не просто выкину. Зачем вы посмотрите? Вы же друг. Знаете, можно попробовать? Я сейчас уже для черновеков. Да. Я посмотрю потом. Я посмотрю потом. Я посмотрю потом. Итак, друзья. Моя цель никоим образом не посмеяться. Не... Моя цель помочь. Когда мы все сейчас слышали это, и как любой работодатель, что для него возникает вопрос? А что же было сделано? А что же было сделано такого, чтобы я мог оценить персональное участие данного человека в решении тех проблем в той компании, в которой он работал? Если это организация логистических перевозок, то сокращение логистического включать на компании по сравнению с тем, где они были у другой компании, насколько? Экономия с точки зрения транспортных затрат, насколько? Если это организация там, там, в собеседовании первичных с персоналом, то в результате этой собеседовании сколько осталось? Насколько повысился коэффициент прохождения испытательного срока? Насколько по отношению к тому, что конкретно? Вы знаете, вот я вчера сидел и думал, когда писал эту презентацию, отчасти и правил, я думал, а как же вот мне придет какой-нибудь простой человек, вот обычный сам, вот, я не знаю, там, не знаю, бухгалтер, который занимается обработкой первичных документаций. Вот что он мне скажет? Слушай, Роман, ты выступаешь по поводу документов, по поводу результатов, что бы я мог ему сказать? И я в одной проекции подумал, а что же может человек, который выполняет самую рядовую работу, сделать так, чтобы им было чем написать резюме? Я подумал, если он выполняет самую простую рядовую работу, он же в состоянии понятия разложить этот процесс, если у него есть желание. Он же в состоянии подойти к руководителю и сказать, слушайте, а вот здесь мы теряем, здесь мы можем делать это. А вот скорость обработки документов повысится, если, например, те, кто нам сдают, будут их присылать сначала в электронном виде, а не будем сдать. Мы быстрее закроем дебюторскую задолженность, мы быстрее улучшим работу в бухгалтерии и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому в каждой профессии, в каждой вообще абсолютно профессии, которая любая должность, в ней всегда можно найти что-то в том, что можно сделать им лучше. Даже если вы неосознанно это делали в своей компании, вы можете вспомнить, как мы проводили этот эксперимент, когда вы просто закрываете глаза, откидываетесь завтра на спинку стула в своем домашнем офисе и попытаетесь вспоминать все то, что происходило с вами в те рабочие моменты, над чем вы работали. Ведь вспомните, когда вы работали, вы же головы не могли поднять. Постоянно чем-то были заняты. Мы постоянно стояли одно, второе, третье, пятое, десятое задание. И мы всегда чего-то достигали. Да, были моменты, когда волхомолись, ну что? Ну, совсем руками. Но мы же достигали, компании достигали результатов. Поэтому нам необходимо вспоминать это все и вот таким образом переформатировать наше резюме, чтобы человек читающий мог понять, ага, этот человек умеет делать тот, он сделал таким-то образом. В результате получилось тот, и так далее, и так далее, и так далее. Берите, вспоминайте и переписывайте. Когда мы рассказывали Крутору, и он там сидит, и он сейчас, правда, отдыхается, он думает, господи, что же происходит? И вот эти люди, которые мы постоянно приходим, мы поток не сменяем, что Оля правильно сказала, про резюме, что они все одинаковые, то же самое, когда мы приходим на собеседование, для них мы все одинаковые, то есть примерно сплошной поток. Потому что мы все повторяем ровно то, что написано в нашем резюме. А наша цель, моя цель, постараться сделать так, чтобы вы задумались над тем, что вы написали, написали это. Вы задумались над тем, о чем вы будете говорить. И об этом нужно будет, и это, это не так просто, но это можно сделать при вашем звонке. Так, это мы все пропустим. Собственно говоря, вы подошли к вопросу, я вот Владислав сказал вкратце, но я не представился с самого начала, хотел просто сказать, что последние 15 лет я занимался управлением банками, покупал и продавал банки, владел несколькими банками, я был председателем управления, сколько банков. В 12-м году я создал проект «Бизнес-завтрак». Кто-то у меня был, может быть, на нашем мероприятии. А с 2015 года я занимаюсь обучающим программом, потому что я считаю, что я могу и умею передавать свои знания, которые получаются в практической области. Я не стремлюсь быть лучшим бизнес-тренером, я никогда не буду везти в соревнования. Я буду рассказывать то, что реально работает. Когда я принимал и просматривал тысячи резюме, десятки людей, сотни людей принимал на работу и понимаю, как это должно делать, как это должно делать. Я понимаю, как управлять людьми, как управлять компанией, как управлять бизнесом. Именно поэтому я сегодня здесь с вами. Итак, это все мы тоже можем пропустить, потому что время не жаль на все это тратить. Самые два сложных вопроса, которые задаем себе мы, что мы не можем себе найти работу, задают тот же самый вопрос себе и компании. Они не могут найти хорошие кандидаты. Хотя все мы здесь сидим с вами в одной комнате, все прекрасно понимаем, что мы достойны и хотим хорошей зарплаты, хотим хорошей должности, но у нас почему-то не возникает с ними контакт. Владислав, я попрошу тебя на секунду спуститься, чтобы ты мог рассказать о своем опыте, буквально там минут 15, как раз у нас будет время, чтобы я мог продолжить. Потому что самое главное, чем сегодня мы с вами разговариваем, это о персональном позиционировании, которое будет самым главным решением. Какие страшные слова. У тебя трудная задача, из того, что ты всего умного не сказал, мне как-то надо этому соответствовать, я попытаюсь. Роман сказал, что я рекрутер, ну да, конечно, это то, чего я занимаюсь, ну, в принципе, так и начал участвовать с 2001 года, 15 лет, да? Основное, под чем я и занимался, все равно самое главное, самое важное, это то, что связано с покором персонала. Как бы я ни говорил, что все остальное интересно, занимательно, движемся, метод и так далее, ну, на самом деле, и так далее. Ну, конечно, где вы же у нас опоративная работа, где организационная, там, старинная схема мотивации, все это замечательно, но это уже после того, самое главное, чтобы человек пришел, главное. Чтобы вот мы с вами пришли, все-таки я не буду останавливаться на первой встрече, секретах собеседования, секретах дальнейших каких-то контактов уже с тем людьми, которые реально принимают решение, а это, скорее всего, люди бизнеса, ну, то есть, непосредственно, руководители, стоящие там, и так далее, в цепочке согласования. А вот с тем, мы подумали, какая цель, два слова, можно сказать, какая главная цель нашего документа? Можете сказать? Продать себя точно нужно, просто скажите мне, да? Самые эффективные вещи, не простые, вот она эта вещь, вся одна. Что? В связи себе, получить формацию себе. Не, не, цель какая? Получить формацию. Цель, о, спасибо большое, понравится и пригласи на себе себе. То есть, у вас цель должна быть одна, что вы кому-то понравились, по вашей бумаге, да? То есть, по вашему портфолио, так называемому, да? И вас пригласили. Конечная цель, вас пригласили. Все. Если вас пригласили, ваш инвент собирал авокшор. Дальше работает другая, да? Пуфель приоткроем, да? Как это работает? Я не знаю, если, кстати, из моей коллеги, для них, может быть, это неинтересно. Может быть, я где-то даже ошибусь, лучше не опростите. Но работают очень просто, да? У вас есть резюме. Оно у вас есть для наших магнитных носителей. Вы, допустим, отправляете, допустим, кадровое агентство, чтобы они положили два высокопарных слова базы контактов, базы соискателей, базы соискателей, и так далее. На самом деле, не работало. Кадровое агентство не осталось всегда очень статистически к этому относились. Грустно, где нет. Но ваше не главное. Второй путь, это то, что вы помещаете на так называемых сайтах, предоставляющих информацию работы, являющихся определенными платформами, где можно такие работы займите себе, поместить информацию в свои и черт информацию о имеющейся работе. Понятно, что их очень много, но все как раз понимают, что есть, как мы говорим, человек-бренд, есть уже вещи, которые проверены. связанные с моим местоположением в огромном каком макоболисе в Москве. вот, поэтому, отлично, мы поместили свой резюме, как он дальше вообще работает. Мы запомнили все графы, и все отлично. Теперь нам надо сделать так, чтобы мы с завтрашнего дня сели работать. Как мы будем с вами работать? ваше резюме значит, в любом случае, каким-то образом поступает к этому прислалотелю какие-то образы. Два пути. Или он сам его нашел, или вы ему прислали. на этих площадках есть обычный многое нажимание про это как мы видим информация о вас поступает. Как она поступает? Вы все имели представление вообще? Ну, задумывался бы. Как рекрутер ее видит? Прекрасно. Кто видел, покажи, или кто представляет? Ну вот, не так много. Тогда, если позвольте, я быстро расскажу, как это происходит. Рекрутер, он же не просто допищник, он же там, ну да, думающий человек, он установит все корреки. Мы говорим о релевантности. Теория релевантности, она, в общем-то, очень простая. Кто-то или иной побед, кто-то или иной побед в этом времени, нужно попасть в некими совпадениями, да, в ту систему координат одного человека, который будет рассматривать совпадения, ту информацию, да. Вот в данном случае резюме ну, пожалуйста, совпадает, но попасть нужно релевантным к чему-то. Мы ответили санаторию, которая по нашим соображениям соответствует нашим качествам, да, профессиональным, как личностным и нашим представлением логове идеальное которое мы получили. Это первый ряд. Второй ряд, давайте сразу второй, он фильтр. На этот фильтр выключает у вас информацию. Это его право, эти фильтры очень иные. Вы можете сделать короткие, что для него важно? К примеру, допустим, ему важно серые деятельности компании. Допустим, вы работали не этим газом, а именно строительным. Например, финансовый девятер. Не возьмёт газа, если ему нужно строительную сферу. Вы нам распишите ваши достижения, вашу пользу. Он видит рекрутер, газ, а мне нужен мега-провод, еще и так далее. Он пропускает вашу пользу. И тут главное вы должны это знать. Для чего? Для того, чтобы то время, которое уходит, вы получаете уроки, вы должны стать вы идеально составили. Но, может быть, на этот момент именно по данной профессии, по данной позиции, чем выше, тем сложнее, нет интереса. Вот в данном моменте, в данном моменте, моменте. Возвращаясь к варианту номер один. Это когда вы отвлекаетесь к тому, к сожалению, презентации зерношком, она такая жёлтенькая, капельная мысль получает. Здесь те фильтры, которые устанавливают, для меня какие-то вещи важные. Первое, что он видит, это что? Ваше фото. У меня лисковка здесь. Такая картинка. Здесь просто текст. Видит фото. Супер. Ладно. фото. Второе номинование должности, на которое претендует человек. Третий дальше смотрит. Опять-таки, вот эти пять секунд первая, вторая, вторая, два-третья, сфера деятельности, должность, которую человек занимал, и дальше смотрит период работы. Это тоже очень важно. Для кого-то важно, чтобы человеку не менее 15-20 лет, в какой-то компании. Для кого-то важно, чтобы он каждые полтора, два, три года не сферу деятельности, а именно область деятельности. Все. Дальше. Если есть несопадение, рекрутер не рассматривает, что он пропускает, идёт следующий. К чему я это долго рассказываю? Я хочу вас вернуть в тот момент, когда вы публикуете ваше время. И вы должны в этот момент отработать его таким, каким хочет человек, не выгодно. А он хочет его туризиску туризиску туризиску. Если есть раздел сферы деятельности компании, не пренебрегайте этим. Укажите сферу деятельности. Не просто обнования компании. Даже не пренебрегайте обнованию компании. Это тоже очень важно. об этом еще раз говорю. Почему это важно? что для человека, который ищет релевантного, соответствующего кандидата, для него дорого. Но вы прекрасно хотите для действующего подать скрытым. Для этого есть другие ресурсы. Там есть такие инструменты, которые должны управлять. Нужно работать. Дальше возвращаясь к тому, что еще обязательно не забыть указать все то, что вы делали на последнем месте. Как правило, есть такой фильтр по-другому среди места работы, а все остальные хромологические варианты университетные компании. Это не значит, что вы должны публиковать функциональные обязанности. Нет. Очень важно именно тезисы, чем вы занимались инструментально. что имело результат. Непроцессная деятельность ваша. Например, для руководителей всегда читаешь, когда руководитель пишет руководство разделения в отделы. Второе. написать «Активизация организационной структуры подразделения». Это тоже очень важно. Для руководителя это, ну, сам результат. А если бы он написал «Выполнение плана деятельности, к примеру, я сейчас в суд приходит, было первое, «Выполнение плана подразделения за год» или «Выполнение плана на стольких процентов», да, я сейчас очень часто работаю с позицией руководящей с юридическими разделениями, да, ну, отделы, проблемники, и так далее. И, как ни странно, вот Танаман говорил о том, что это очень сложно в процессе начинать, да, указать свои результаты. На самом деле, все измеряются в рубля. Для юриста это что? Это снижение стоимости исков в компании, да, все оценивается от компании. То есть полностью экономика компании. Есть люди, которые зарабатывают, а есть люди, которые зарабатывают, это экономика, и бухгалтер, и чья, кто еще этот процесс? Может быть, финансовые аналитики, они все, все зарабатывают, содействуя основным им деятельствам. Но, наверное, время придется заканчивать. И, когда мы уже затронули тему структуру жизни, тогда, если позволю рассказать о том, как бы, сверху на виду, на что резюме, где надо очень внимательнее не допускать таких режимов. Первое. Во-первых, резюме не должно быть да, когда рекрутер получает резюме, в нем написано, что начальник отдела тире главный специалист, тире просто специалист, а еще готов вообще на эту работу, это сразу ни о чем, дальше идти надо. Второе. Не будьте своей фамилии не используйте. Мой совет, опять-таки, вы можете относиться экономископически, потому что вообще не будем слушать, но все-таки не стоит писать, там, дружище фамилии, дадим, и так далее. Но все-таки важно, когда вы указываете, ну, фамилию, и потом, когда валюту позвонят, можно ли Иванова, Иван Иванович, он будет выставить Иванову из себя. И вот тут начинаются такие вещи, которые, ну, цели же не достигнут. А, то, самое интересное, фото, тоже очень важно, если не хотите, вот, высший факт, нет фото, чем фото, то, которое вообще не является, в конце концов, является, вы нельзя внести в деловом фото. Что такое делового фото? Не буду объяснять, просто наберите, любому твоему видеть, только сайт, компания, которая предлагает услуги по созданию делового фото. В любом виде. Вот так, вот так, вот так, вот так, очень много. Но, никогда, сцены в ресторане, с бокалом, перед бокалом, стороне бокалов, и так далее, отель, свадьба, ну, помещать даже не паланки, вот еще, какая здесь нотария, жениха и невесты, обрезала, ну, цветочки, там, смотрит, невероятных, и так далее, экскурсия, город там, особенно, ну, я был в Лондоне, ну, кредитации, я был в Лондоне, я сфокусировался, в моем режиме, без фото, в Лондоне, оно не работает, это так не было. На самом деле, вот, это может быть мелочи, но мы сами знаем, что жена что-то из мелочей, вот, это тоже все, это работает с фокусами, дальше, описание всех мест работ, объединено в одно, объясняем, что это такое, человек пишет, с такого-то, на такой нот, и пишет там, за твой округ, 50 лет, ну, как бы, явно, да, и нужно обозвать там, организация, финансовое направление, должности, от специалиста до финансового объекта, ну, вот, ничего, дальше, описание процесса, и, в общем, это, то, что, мы говорили, Евгений переспросил, это что, описание должностной ситуации? Ни в коем случае не надо описывать должностную ситуацию, во-первых, во-вторых, видно, что, человек формально пренебрегает, то есть, странное, то есть, странное, работодательное, очень важно экономить время тоже тех людей, если вы, человек понимает, что его время никто не экономит, он не пренебрегает, правильно? Следующее, обобщенный, у всех описание личностных качеств, это то же самое, как фотография, тоже очень интересно, сейчас вы считали три, вы считаете, вы можете, кто принесли, то есть, если нет, то есть, ответственность профессионализма, вопрос, вот скажите, вы когда-нибудь видели, что комплексный, у него нет своей республики, не ответственности, не ответственности, не профессионализма, а что, это говорить не о чем, а вот, если вы, просто вырезку сделала, там, за резюмой, у меня, умение работать с большой тренечной информацией, в режиме, так сказать, ну что, высокие бронические, его негативные навыки, умение выстраиваться отношения с разными людьми, это важно для чата, если напишешь в этом уголок, но это сложно, наверное, я не обращу на это внимание, может быть, другой реклама тоже, оперативность, выполнение задач, это важно, при большой высокий динамике работы, это, на это стоит, постоянно развиты в сфере, он оказывает такую, какую-то конкретную сферу, ну нет, не обязательно всю сферу деятельности, финансовом, а он как-то писал, он как вложили, да, и работа может оказаться важной, ну, для реклама, ну, смешно, сажать два конца, еще я, 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 губернатору, Газбарского края, обыкновение кадрового производства, то есть, это, в данном случае, пример того, что человек показывает, что у него есть опыт с параллельностью, то есть, это говорит о том, что человек может завести, кого угодно, то есть, вот, хотя бы, на какой-нибудь труд, да, ну, и такие важные качества, значимые качества для профессии, например, бесконфликтность, гибкость, вежливость, здоровое чувство и рима, да, это важно, но, ну, понятно, что, когда, допустим, специалисты, охрана, здорового чувства, ну, наверное, это не очень хорошо, но, еще, два момента очень важных, наличие, даже меньше, наличие, наш строительский кадр, если он может создать несколько людей, хоть десять, хоть два, они будут разные, их нужно создавать все разные, их нужно все по-разному, назначать, называть по-разному, наименованию должностей, и они должны быть у вас, ну, как вам сказать, в кармане, они должны быть у вас, для всех, для чего это делается, это ваша заготовка, для того, чтобы вы могли отвлекаться на вакансии, конкретный, лист вакансии, ну, кого-то, угол тропомного обложения, а вы, и там, и там, да, вы работали главным уголом, ну, главный угол, никто не возьмет, на угол тропомного обложения, главный угол, ну, зачем, умник, если я главный букалтор, и возьму себя документами, ну, пришлите, резюме, специалист по-новому, ну, и последнее, ценности, эмпиры, хобби, не имеющие отношения к исполнению работы, зачеркните, уберите рыбалку, уберите охоту, уберите чтение, вот эти вопросы, знаете, какую-то книгу вы последние читали, ну, знаете, серий вопрос, о чем, ну, я не знаю ни о чем, если ты не можешь не комплинировать ответ, то не надо задавать два вопроса, ну, не задавая глупых вопросов, ну, например, скажи о себе, а вот тебе это очень сложный вопрос, потому что ты с себя ставишь риск, минут на 15 затратить, за 15 минут, ну, уже все, выдержал, какая-то у вас польза, еще не родитесь, и есть вообще что-то, что вы там саму сыну, скажете, через 20 лет, в вашей правовой деятельности, вот такие, абсолютно, практически, технические оручные вещи. Я знаю, спасибо большое. Аплодисменты. 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 Я знаю, что нужно делать, но не переживайте, я еще вас не отпускаю. Осталось еще немного времени, и я очень хочу, чтобы что-то сегодня прямо произошло с вашими людьми. И именно для этого я специально приготовил, помимо всех прочих теоретических вещей, вот у нас уже девушка взевает, подождите, сейчас оно все быстро пропадет, кое-что практическое. Но всегда идти легче с поводырём. Вы это все прекрасно знаете. Когда у тебя есть человек, к которому ты можешь подойти и спросить, а что мне делать завтра? А как мне отреагировать на ситуацию? А как мне выстроить свою кадровую стратегию? А как мне выстроить это? Что мне лучше показать? Над чем мне работать? Вот у меня тут затык. Всегда должен быть человек, которого вы можете спросить. Найдите себе такого человека, который может помочь вам и двигать вас в области построения вашей карьеры. Итак, поехали. Я считаю, что только персональное позиционирование может вам помочь. Я в этом абсолютно убежден, что если мы все начнем разворачивать в себя, исходя от своих самых сильных сторон, если мы начнем думать о том, чем мы можем быть полезны в этой дате. И если мы своим персональным позиционированием можем вызывать однозначное эмоциональное устойчивое восприятие себя как профессионала, сразу тогда вероятность поиска работы с нами решена. То же самое для любых бизнесов. Когда вы будете писать коммерческие предложения и создавать свой сайт, когда вы будете выходить на рынок, вы должны сказать буквально 5-10 строчек условных для текста. И всем сразу станет понятно, в чем вы профессионал. И именно об этом мы сейчас попытаемся поиграть. Сейчас я вспомню это все. Я думаю, что вы без меня знаете, все это мы с вами обсуждали. Сейчас прям секундочку еще. Так. Это даже не успеваем сегодня пройти. Очень много хочется вам сказать. Так вот, наверное, пока это только слайско, что две задачи у резюме существуют. Не оформлять его в соответствии с каким-нибудь шаблоном вообще. Это не задача шаблона, чтобы вы рассказали себе, а сообщить работодателю, в чем вы профессионал. И вторая задача, это как будущий работодатель будет получать, интерпретировать от вас вашу полученную информацию. Эти вопросы не решают шаблонное резюме. Если у вас сейчас дома нет ни одного резюме без логотипа Headhunter или Superjob, считайте, что у вас вообще нет резюме. Пропустим. Пропустим это все. Хочу, чтобы вам дать вам сегодня больше пользы. Это вот Влад о чем рассказывал. Так. 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 Вот это про него как раз и было. Вы потом почитаете, я вам дам это все посмотреть. Это вот, резюме это история про человека. Это самое главное, чтобы я хотел, чтобы вы запомнили, что резюме это история про вас. Вот нет двух одинаковых резюме. Хотя волю сказать, что все резюме друг на друга похожи. Почему? Потому что мы все пишем одно и то же. Но если мы задумываемся над понятием ответственность и попытаемся его раскрыть и в собеседовании с руководителем скажем, что я ответственный человек, а это значит, я принимаю на себя ответственность за результат и готов нести ответственность за конечный продукт. Я готов принимать на себя ответственность, связанную с невыплатой, с неполучением и так далее, и так далее, и так далее. Совсем ответственность начинает звучать по-другому. Она начинает играть другими красками. Поэтому, вот здесь видите ребята, которые были на этой лестнице, сидели, это проводили мы другие наши мероприятия. Но, самое главное, после прочтения вашего резюме, после телефонного собеседования с вами, после того, как вы вышли за дверь работодателя, у него должно служиться четкое, однозначное представление о том, какую задачу работодателя вы сможете решить, если вы придете в это нормально. И именно сейчас мы с вами об этом поработаем. Значит, делаем очень просто, времени осталось очень мало, так будет гораздо веселее. Вот, люди, которые сидят с этого края, это номер один. Следующий – номер два. Следующая пара – это номер один, следующая – номер два. Насколько это понятно? Вот, поднимите руку номер один. Вот. У кого нет пары? Вот вы, девушка, у вас там че-то идите сюда, на секунду спуститесь, там, здесь у вас будет пара, да. Сядьте так, чтобы у вас было по четыре человека, или объединились по два. Мы сейчас быстренько, мне очень хочется, чтобы вы что-то все равно сделали для того, чтобы у вас продвинулись. Номер один. Отдаете свою тетрадку или листочек номеру два. Отдавайте скорее, скорее отдавайте. Время течет. Ваше время. Поворачивается к нему и со всей уверенностью, со всем эмоциональным состоянием сегодняшнего вечера говорит, на что он нацелен в своей профессиональной карьере. А номер два за ним быстро записывает. Поехали. Вы чего сидите в жире? Почитайте. Тетрадки, ручки есть, кому нужно, вот сюда спускайтесь на первый этаж, берите. Рассказывайте, потом мы сейчас с вами дальше пойдем. на что вы нацелены в своей карьере? На доброе. Что вы хотите добиться в своей карьерной цели? Какая самая смелая ваша амбиционная карьерная цель? Все что угодно, все что угодно, начальникам, пожалуйста. Вы как работаете? Возьми я с кем работать? Вот вы вдвоем, молодые люди. Обвинитесь друг с другом. Вот возьмите. Погляните просто друг с другом, я и все. Есть ручки, листочки. Вот на первом мальчику, вот там лежат тетрадки и ручки. Сгоняйте, если надо. Не теряйте время просто так. Погти мне, погти мне. На что вы нацелены в своей карьере? Что вы хотите больше всего достичь? Почему легко говорить? Потому что ты в этот момент не пишешь, ты фантазируешь. Отпусти свою фантазию, пусть она льется. Говорите о самом-самом все, что хотите. Отстачивайтесь к номеру 1 и рассказывайте свою цель. Теперь задача номера 2. Номер 2 отдают тетрадку номеру 1 и рассказывать ему. А номер 1 за номером 2 записывает, в чем у него самая смелая карьерная цель. Чего он лучше всего хочет в жизни, в своей работе добиться. Я вам дам еще одно маленькое упражнение, которое будет вам гораздо труднее, чем у него не осознать, в своей работе. сделать, чем это? Попробуйте ответить на первый вопрос. Принцип тот же самый. Вы первый номер один даете драку номеру два, не поворачиваетесь в номер два и рассказываете, в чем состоит ваша профессиональная позиция. В чем вы больше всего профессионал? Давайте ответим на один этот вопрос, и на этом сегодня практикум закончится, и мы продолжим. Я еще вас немного задержу, потому что мы чувствуем, что мы выбиваемся из графика. И то же самое наоборот. В чем вы самый большой профессионал? Поехали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Давайте поделимся эмоциями Которые удалось Итак, какие мечты? Какие мечты были И в чем вы считаете Самым любимым профессионалом? Да что ли? Сейчас мы наверх пойдем Какая была карьерная мечта И в чем считаете себя лучше всего Больше всего профессионалом? Проблема она и сбывает Расслаб Она мечтает о своем пути Собственный бизнес и все его стадии Которые с ним связаны Относительно профессиональной позиции Воспользуясь, наверное, вашей аналогией Потому что моя сфера Это публичные выступления Я обучила людей Публичное выступление Презентациям любым И я когда смотрю на презентацию человека Даже не специально Я все равно сразу вижу Те инвансы, которые Либо портят, либо помогают И если портят, то Какие здесь критичные А какие будут, так сказать И главное, что можно с этим сделать То есть это вот этот намерный класс какой-то Который есть, правило, сомнительность В каждой профессии Ну, а от этого дальше можно сказать Ну, кто-то Девушка, вы знаете Да, давайте вполне честно Какая ваша карьера Моя карьера мечта Моя карьера мечта Опредить В общем, найти Что-то такое В плане Того, что еще нет на рынке Ну, определить, например, Мне интересно найти рынок Мне интересно выделить Такой спектр услуг Который еще не используется Особо спросом на рынке Профессионал Ну, у меня продажи по Я продаю интернет-рекламу Вот, я сайт-реск Чем самая большая профессионал? Ну, здесь я Мы А, я? Я самая большая профессионал Я считаю, что Давайте вышли Девушка Я сам зашел Создание проекта команды Я могу в короткие сроки Просто особенность была команда Под реализацией Очень сложный Средизодный проект Суды Попробуем Можно сказать Самый большой профессионал В Семиске я занимаюсь Волгот-город-четыре месяца В организации Проводительные мероприятия Я не могу сказать, что с профессионалом, потому что я занимаюсь в Кусский группе мероприятий, и мне это нравится, то есть я поняла, что это мое, на самом деле. Я думаю, что это не мое, а мое. Но то, что именно Кусский групп меня это смешает. И мне очень нравится. Так, вот вы приходите на работу и говорите, я являюсь лучшим решением, стоящей перед вами задачей. И вот на основании своего профессионального профессионализма скажите мне, что вы это делаете? Не услышал я ответа, потому что вот это самое сложное, что мы используем на себе. Молодой человек, хотите высказать? Добрый вечер. Ух ты. Простите за секунду. Мы сидели и мечтали. Мы сидели и думали о наших карьерных целях. Мы сидели и думали, о чем мы профессионалы. И я уверен, что эта работа не была легкой. При всем при том, что, казалось бы, это все лежит на поверхности. Так вот, представьте, что мы с вами погрузились только в самый, самый маленький шажочек той работы, которую можно делать и нужно делать. И которую я делаю со своими ребятами, которые находятся у меня в коучинге, в индивидуальных занятиях, в микрогруппах. Для того, чтобы двигаться вперед по направлению к вашим целям. Итак, завершение сегодняшнего нашего мероприятия. Подождите еще одну минуту. Я ровно девять еще внизу. Буквально девять и через несколько секунд. Как я обещал, я ровно всех. Почему? Я хотел сказать, что сегодня я хотел предложить вам и рассказать о том, что вас может ожидать, если вы захотите поработать со мной лично. Если вы захотите поработать со мной лично, у вас будет как минимум напряженный месяц своей жизни. Потому что в этот месяц мы будем с вами пахать. Вернее, пахать будете больше вы. И пахать не для того, чтобы там работать, отжиматься, а делать то, что самое главное происходит с вами внутри. Переживать некие внутренние инсайты. Открывать себя совсем с другой стороны. Помимо того, что вы испишите кучу бумаги, вы откроете себя с другой стороны. Вы сможете услышать и увидеть себя. Так вот, сегодня я здесь сделал для вас это некое предложение, которое бы помогло вам решить ваши проблемы и задачи. У меня есть три основных продукта, которые я вам сейчас предлагаю. Это аудит резюме. Когда вы присылаете мне свое резюме. И в результате я вам уже рассказывал, как я это делал со ста резюме. Стараюсь сделать так, чтобы в каждом из ваших резюме вы увидели, что нужно сделать. Вы получите от меня практические рекомендации о том, как это сделать. Вот такой большой на 18 страницах Талмуд. Это первый продукт, что бы я хотел вам сегодня предложить. Второе, самое главное и самое интересное, это коучинг. Индивидуальный или мини-группа. Мини-группа на 3-4 человека. Цена будет отличаться от этого. Так вот, что такое коучинг? Мы с вами занимаемся в онлайне в удобное для вас время. Вы проходите заново всю свою карьеру. Вы проходите заново всю свою работу. Вы проходите заново все свои успехи для того, чтобы вы подготовились к тому, чтобы эффективно рассказать об этом своем будущем работодателе. Мы создаем с вами персональное позиционирование, на чем будет строиться самое главное. Персональное позиционирование – это то, что я считаю основа всего, что нужно. И последний, самый интересный, самый сложный, на мой взгляд, продукт – это ваша новая работа. Когда я вас довожу до того момента, пока вы не находите свою новую работу. Три самых главных продукта, которые отличаются по цене на сегодня, есть уникальная скидка на это предложение. Аудит резюме по стоимости 10 тысяч сегодня можно приобрести за 5. Коучинг персональный вместо 40 можно получить в месяц занятий за 20. И новая работа вместо 100 тысяч получается за 50. Все, кому это интересно, кто хочет обсудить персональные задания со мной, вы можете подойти и записаться к Владиславу. Владислав сидит вот сзади. Нужно просто записать свою фамилию и имя. Сегодня мы с вами связываться в ближайшее время. Обсудим по сказке, как мы сможем с вами обсудить. Обсудим, смогу ли я вам действительно помочь. Определим план работать и начнем заниматься. И в результате я хочу вам сказать, что сегодня еще, по крайней мере всего прочего, если вдруг вам не понравится, есть также гарантия возврата денег. Но самое главное, что есть счастливые люди, которые проходили это все, которые были здесь, которые сегодня работают счастливы и, самое главное, обладают своим собственным персональным позиционером. Я желаю вам его создать. Независимо, со мной вы будете делать, без меня я вам дал сегодня огромное количество инструментов. И я поздравляю вас за то, что вы инвестировали этот вечер в себя. Большое вам спасибо. Мне было очень приятно сегодня провести этот вечер с вами. До свидания.